Местную продукцию, в том числе хлеб, мясо и молочные изделия, лучше покупать у проверенных и зарекомендовавших себя производителей. Надзорные органы не проверяют местное производство. Мораторий на проверку их деятельности продлится в России до 2019 года. Между тем, сегодня отмечают Всемирный день качества. В Якутии в следующем году все же планируют ввести сертификацию на местную продукцию. Евгений Тайтонов продолжит. Качество местной продукции сегодня не подвергается проверке. Между тем, на прилавках магазинов нередко попадается некачественная продукция, включая хлебобулочные изделия, молочные и мясные продукции. Единственный способ обезопасить себя для покупателей – это покупать только у проверенных и зарекомендовавших себя производителей. Мне так обидно бывает. Особенно это местные продукции, например, мясное. Говорят, что наше, наше, а так по вкусу, поэтому как-то не очень. На подспекте. Ларек же есть же, да, мясное производство. И там даже эти не то что молочные продукты, мясные продукты очень хорошие. Фрикадельки, и все хорошее и вкусное. Сейчас планово проверить и пресечь деятельность недобросовестных производителей невозможно. На территории страны действует трехлетний мораторий на проверку деятельности предпринимателей, который продлится до 2019 года. Ежегодные проверки подлежат только объекты высокого риска. И объекты детские, социальные объекты не чаще, чем один раз в два года. Остальные объекты, те, которые имеют низкий риск, объекты индивидуальных предпринимателей и среднего бизнеса не подпадают под плановые контрольно-надзорные мероприятия. С 2014 года для всех производителей действует технический регламент Таможенного союза, где указаны условия, которые изготовитель должен соблюдать к выпускаемой продукции. Согласно Таможенного регламента оформляется декларация на выпускаемую пищевую продукцию. Основная задача технического регламента состоит в том, чтобы изготовитель производил и реализовывал безопасную для потребителя продукцию. В целях поддержки местных товаропроизводителей и повышения качества товаров и продуктов, производимых в республике, дополнительно разрабатывается система добровольной сертификации товаров. Оно должно подтвердить качество, узнаваемость этих продуктов питания. Здесь будет знак сделан в Якутии, допустим, оно будет прикрепляться к товару, и оно будет рекламировать, будет самой рекламой товаров. А для потребителей это будет гарантией, что мы покупаем качественный продукт. Сертификат будет выдаваться желающим производителям только после санитарной проверки цеха, сырья и работников. Проект добровольной сертификации планируют запустить в первом квартале следующего года. Евгений Тайтонов, Георгий Григорьев, НБК Саха, Якутск.